Вы знаете, такое маленькое слово, которое хочу сказать к тем людям, которые первый раз в церкви или которые хотят обновить свои сердца перед Господом. Знаете, чтобы примириться с Богом, надо просить прощения. Даже если с человеком мы хотим примириться, мы должны просить прощения. Мы не можем, вот очень многие люди, они говорят, ну пройдет время, он забудет. Или пройдет время, ну мы же общаемся, ну мы же вроде здороваемся. Есть духовная часть, которую мы должны поправить в нашей жизни. То есть мы духовно освобождаемся. Пожалуйста, услышьте меня там в конце, везде услышьте меня, потому что это очень важно. Мы духовно освобождаемся только тогда, когда мы просим прощения у Господа. Мы душевно освобождаемся только тогда, когда мы просим прощения у человека. Потому что мы иногда забываем, мы просим прощения у человека, мы забываем просить прощения у Господа. Потому что, когда мы что-то делаем, да, мы обижаем человека или обижаемся сами, мы просим прощения у человека, мы не думаем, что мы этим согрешили перед Богом тоже. Мы должны понимать, что любое наше неправильное действие, это направлено против Бога. Это очень важно, чтобы мы просили прощения у Господа Когда у меня что-то случается с Розаной Я у нее попрошу прощения Потом я отделялся Отдельно говорю Господь, прости меня Потому что я поступил неправильно Это очень важно Это освобождает меня и дает свободу Чтобы я свободно мог двигаться, молиться, действовать Быть у Бога Бог-то, вы знаете, что иногда думаем Что если это было вчера, то Бог забыл Это же сегодня новый день Нет, Бог, вы знаете, что такое? Бог не то, что забыл Оно духовное, это связь Мы должны очень пониманием относиться к слову покаяние Потому что покаяние, это не просто говорить какие-то слова перед Господом Когда Никодим пришел к Иисусу и говорит Это же был религиозный человек Никодим это служитель церкви Когда пришел к Богу, к Иисусу, он говорит Я понимаю, ты говоришь то, что мы никогда не слышали Как, вот то, что ты говоришь, как можно понять? Вот очень часто мы не понимаем, о чем говорит Бог Но Иисус сказал Ты у меня спрашиваешь, теперь слушай Надо родиться Надо родиться от воды и духа Никто не может стать христианином, если не будет родиться свыше Это очень важная часть Ко мне, у меня много гостей Ко мне приходят гости Но они могут три дня Ну ладно, месседжи Но потом они все равно уйдут Потому что у них положение гости Но мои дети, они не гости у меня Они живут у меня Они от моей плоти, от моей кости Они мои дети Точно так же и Бог Через покаяние хочет нас родить свыше Покаяние, это согласиться с Богом И сказать, прости меня, Христос И это очень важно Потому что, когда мы каемся Весь духовный мир понимает Этот человек примирился с Богом И Бог дал А тем, которые приняли Его Яна 1, 12 Евангелия А тем, которые приняли Его Во имя Его Бог дал быть детьми Божьими То есть, не просто говорить слова А принимать Христа Согласиться с Ним Оставить прежний образ жизни Начинать думать по-другому Многие думают, что Вот есть такой тип людей Которые думают Что вот здесь Бог есть А вот здесь Бога нету Что хочу, то и делаю Такого не бывает Бог всегда везде, аминь Бог всегда с нами, аминь Бог всегда с человеком, аминь Написано в Диане Святых Апостоле Что Бог рядом с каждым Он от одной крови Сознал все человечество Поэтому, когда человек выходит сюда Для покаяния Или с места повторяет молитва покаяния Или обновляется и выходит сюда Но сердце закрыто Поймите, Бог не волшебник У Бога есть порядок Кто открывает сердце Тот и принимает покаяние Кто открывает сердце Тот и принимает прощение И человек, который принимает прощение Он получает рождение свободу И рождение свыше Поэтому я призываю Не просто Часто толкаем людей Давай, 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 давай И человек не понимает Куда вышел Что говорят все Почему хлопают Иногда бывает, что вот как я вышел Ничего не понял Думаю Чего вы сюда меня Ну как бы Толкнули Я побежал туда Ничего не понял Потом, когда я уже осознанно Осознанно Я продолжал грешить Продолжал Все делал Жил так же, как и жил раньше Со мной ничего не произошло Но как только я искренне Открыл свое сердце перед Господом И принял его внутри себя Мое сердце взорвалось от его любви Моя жизнь на сто процентов изменилась С этого дня мне никто не уговаривает Идти в церковь отдать, жертвовать или что-то Участвовать в домашних церквях Читать слово, молиться Никто мне об этом не просит С того дня, как я принял Иисуса Христа Моя жизнь изменилась Вот суть Евангелия Вот суть прощения грехов Если мы каемся Но наша жизнь прежде Остается таким же, как и было У нас ничего не произошло Хоть тушься, хоть не тушься Нету беременности Не будет родов Можно прямо так скажу? Аллалюя! Поэтому говорю Открывайте ваши сердца Открывайте для Христа Он на кресте заплатил за это Он отдал свою жизнь Чтобы мы могли сегодня сказать Христос! Я принимаю тебя Не религиозное повторение Молитвы покаяния Не просто выходить Обновиться А искренне Перед Богом Открывать сердца Искать Его там, где Никого нету И молиться там, где Никто тебя не слышит Читать Слово Божие Когда никто это не видит Аллалюя! Аллалюя! Вы поняли меня, нет? Тогда давайте мы просто Склоним наши головы И примем Иисуса Христа Повторяйте за мной Кто первый раз на этом месте Это нормально Когда ты за кем повторяешь Потому что ты же сам не знаешь Как молиться Но если у тебя есть свои слова Говори свои слова Господу Отец мой Небесный Я прихожу к тебе Как грешник Прости меня Прости все мои грехи Я открываю свое сердце Принимаю тебе Иисус Христос Я благодарю тебя, Отец Что ты услышал меня И простил все мои грехи Спасибо тебе Аминь Ты эту молитву можешь еще раз Дома повторить Ты можешь своими словами молиться Но если ты принял Христа Дух Святой будет работать с тобой Аллалюя! Слава Богу! С праздником, дорогая церковь! Давайте споем вместе эту песню И будем благодарить Господа за все За Его жертву За Его милость За Его радость За Его мир Потому что это все мы имеем Благодаря Иисуса Христа Аминь! Аллалюя! Да, Господь! Достой, достой! Аминь! Иисус Христа Спасибо Тебе за милость Твою Спасибо Тебе, Иисус Спасибо Тебе за жертву Твою Спасибо Тебе за жизнь Твою Спасибо Тебе за милость Твою Спасибо Тебе, Иисус Я Тебе поглоняю Я славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого Я славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе подлоняюсь Я славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого Я славлю Тебя, Ты мой Бог, Спаситель Христос Спасибо Тебе за жертву Твою Спасибо Тебе за жизнь Твою Спасибо Тебе за милость Твою Спасибо Тебе, Иисус Спасибо Тебе за жертву Твою Спасибо Тебе за жизнь Твою Спасибо Тебе за милость Твою Спасибо Тебе, Иисус Я Тебе подлоняюсь Я славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого Я славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе подлоняюсь Я славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого Я славлю Тебя, Ты мой Бог, Спаситель Христос Спаситель Христос Спаситель Христос Спаситель Христос Спаситель Христос Спаситель Христос Поклоняюсь 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 Тебе Спаситель Христос Спаситель Христос Спаситель Христос Спаситель Христос Спаситель Христос Поклоняюсь Поклоняюсь, поклоняюсь Тебе, Спаситель Христос. Поклоняюсь, поклоняюсь Тебе. Я Тебе поклоняюсь, я Тебе поклоняюсь. Я славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. Я славлю Тебя, Ты мой Бог, я Тебе поклоняюсь. Я славлю Тебя за Твою кровь, принимаю Духа Святого. Я славлю Тебя, Ты мой Бог, Спаситель Христос. Спаситель Христос Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода